Сегодня среди различных форм трудовых отношений все более популярными становятся самозанятость и фрилансерство. И карантин лишь подстегивает их развитие. Данные источники дохода новые, а значит и вопросов остается у людей немало. К примеру, какие профессии входят в список самозанятости? Или вот какие права и обязанности есть у самозанятых лиц? На эти и другие интересные моменты отвечают представители налоговых органов в ходе встреч, организуемых прямо на местах. В соответствии с постановлением о мерах по упрощению государственного регулирования предпринимательской деятельности и самозанятости, с 1 июля текущего года введен порядок регистрации самозанятых граждан согласно расширенному списку ведов деятельности, количество которых увеличилось до 67. Согласно пункту 3 вышеупомянутого постановления, а самозанятые лица уплачивают социальный налог за 2020 год в размере не менее 50% от суммы базовой расчетной величины. Это 111,5 тысячи суммов. Сумма налога полностью направляется во внебюджетно-пенсионный фонд. Исходя из него определяется размер заработка для исчисления пенсии. Оплата налога производится удаленно, через мобильное приложение или любую мобильную платежную систему. В течение шести лет я работаю на базаре грузчиком и оплачивал только аренду. Конечно же, я не платил налоги, так как никаких официальных документов о моей деятельности не было. Соответственно, за этот период я не получу пенсию. То, что сейчас появилась возможность зарегистрироваться через мобильное приложение в налоговом комитете как самозанятое лицо, это очень радует. В настоящее время спектр услуг и возможностей для самозанятых граждан расширяется. Вскоре появится возможность размещать рекламу своих услуг на популярных электронных площадках. А также получать оплату от клиентов за оказанные услуги.